Осторожно, лето! Наринмарцы спасаются от жары. Кто как может. Аномально теплая погода в столице региона уже несколько дней. И даже непонятно, то ли радоваться прогнозам синоптиков, то ли нет. Вроде бы каждый год ждем, не дождемся, когда же наконец в Наринмар придет жара. И когда она приходит, начинаем искать место, где от нее можно спрятаться. Ведь зной на севере, как правило, переносится особенно тяжело. Репортаж Владимира Рожина. Мороженое из холодильников Наринмарских магазинов разлетается в считанные часы. Еще бы, в такую жару это один из самых вкусных способов хоть как-то охладиться. Буквально вчера оставалось немножко, но сегодня снова у нас поступление было. И всего вроде достаточно. Люди берут. Естественно, больше стали покупать напитков, охлажденных желательно из холодильника, мороженое. Пользуются спросом фрукты. Впрочем, самым простым и доступным вариантом спастись от пекла Наринмарцы по-прежнему считают купанием. У водоемов вблизи окружной столицы отдыхающих кажется не меньше, чем на пляжах заграничных курортов. В числе желающих охладиться и получить порцию северного загара и Георгий Сылка. Вчера ветерок, сегодня ветерок. Видите, загар какой-то. А еще не был нигде. В сентябре такой отпуск. Так что все хорошо. Тут хорошо. Вода теплая довольно-таки. Видимо, озеро не глубокое. Ну, вот и вода подлетает. Как-то так ненавязчиво. Уставшим от аномальной жары горожанам даже комары, а вода не помеха. Одно из самых многолюдных мест для отдыха – Голубые озера. Сюда идут целыми семьями, с детьми, друзьями и даже коллегами. Вода тут почище. Да и место самого боя-то более как опрятное. У нас тут постоянно, как на пляж выйдешь, бутылки, там осколки. Здесь более-менее почище, да и помельче, как говорится, с детям бегать. Так что вот ради этого и ездим. Озеро отлично, а вода теплая. Ну, выбрали для купания, потому что здесь более-менее чистая вода. Можно даже сказать не более-менее, а очень чистая и очень теплая. Реально аномальное, удивило очень в этом году. В последнее время позапрошлым, так это вообще жарень. Очень даже красиво, хотя я вообще-то родом отсюда, но даже это озеро впервые, кстати, здесь. Очень красиво, даже на море похоже немножко, на Азовское. Также в народе бытует мнение, что в Голубых озерах водятся пиявки. Но вот, например, Ирина Архипова считает, что это не так плохо, как кажется. Вообще-то, если есть такая терапия, в принципе, это неплохо. Если оно так же влияет, как такие пиявки, которые лечебные. Ну, честно говоря, я не слышала про пиявки в том озере. Мы купались, не почувствовали. На здоровье северян такое жаркое лето не всегда влияет положительно. Можно легко получить тепловой удар, простым языком перегреться. В группе риск от дети и пожилые люди. А также лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Какие же меры профилактики должны быть и что нужно делать в период такой жаркой погоды? Ну, прежде всего, конечно, нужно соблюдать режим пребывания на свежем воздухе. Стараться избегать вот тех часов, когда солнце наиболее агрессивно. Это приблизительно с 11 до 4 часов. Обязательно одевать светлую одежду и головной убор. И особенно, что касается детей. Такая жаркая погода, по прогнозам метеорологов, сохранится на территории региона еще несколько дней. По округу местами мы ожидаем дожди. Ветер в основном у нас будет преобладать юго-западного и южного направления. Ветер будет умеренный. И температура воздуха пока по-прежнему продолжает радовать жителей. Ненецкого округа ночью 12-17, днем 24-29. Что касается предстоящих выходных, то синоптики утверждают, что к субботе температура начнет падать. Но ниже 20 градусов столбики термометров не опустятся. Так что в ближайшее время жителям региона остается наслаждаться северным летом. Владимир Рожин, Александр Дуркин, Телеканал Север.